МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. В студии работает Алмас Ашим. Здравствуйте. В Белграде прошли первые финальные бои Чемпионата мира по боксу. В весовой категории до 54 килограммов Казахстан представлял Махмуд Сабурхан. В решающем поединке за золото он уступил японцу Томой Цубои единогласным решением судей. Ранее на ринг вышел Тимиртаж Жусупов, который добыл для сборной первую медаль высшей пробы в поединке с тайландцем Вутти Чаем Юрача. Сложность была в том, что больше, наверное, психологическое напряжение. Финальный бой Чемпионата мира. Соберник один из таких, можно сказать, неудобных соперников. Очень быстрый, неудобный, корявый соперник. Но по ходу боя тренера подсказали, как с ним работать. И по ходу боя уже нашел к нему ключ. Казахстанский бокс всегда был на высоком уровне. Ну, где-то не везло. Но на этом чемпионате мира все отмечают, что казахстанская дружина одна из сильнейших на этом чемпионате мира. Что и доказывают эти бои, и финальные бои, и количество участников в финале. Сегодня на турнире в сербской столице пройдут финальные бои еще в шести весовых категориях. В двух из них представлены казахстанцы Серик Тимиржанов и Сакен Бибосонов. Свыше 1300 случаев заражения коронавирусом выявлено в Казахстане. Алматы и Северо-Казахстанской области лидеры по суточному приросту. В стационарах находятся почти 7,5 тысяч ковидных больных. Число получивших первую дозу вакцины превысило 8 миллионов 390 тысяч. А полностью привиты 7 миллионов 651 тысяча казахстанцев. Пфайзер заявил о высокой эффективности нового препарата против коронавируса. Пакс Лавит снижает риск госпитализации или смерти больного ковидом на 89%. Его будут выпускать в виде таблеток. В компании завершили вторую фазу испытаний. Уже договорились о поставках нового лекарства в Австралию, Великобританию и Южную Корею. Сейчас ведем переговоры о поставках с правительствами 90 стран, активно обсуждаем. И некоторые уже подписали контракты, некоторые из них подписали досрочно. Санитарные паспорта во Франции будут действовать до 31 июля следующего года. Такое решение после многочисленных споров вынесла Национальная ассамблея страны. Новый закон о санитарной бдительности не только определил срок применения аналога нашего АШИКа, но и ужесточил наказание за его поделку. Подробности в нашем сюжете. Закон о санитарной бдительности – это самая обсуждаемая тема во Франции на протяжении двух последних недель. Проект его неоднократно обсуждался и отклонялся то в Сенате, то в Национальной ассамблее. Уже через неделю по действующему положению страна должна была выйти из режима ЧАЭС и отменить все ограничения. Но санитарная ситуация ухудшается с каждым днём. Поэтому после долгих дебатов санитарные паспорта оставили до середины лета. Правда, решение такое устроило не всех. Оппозиция планирует опротестовать закон в Конституционном совете. В этом контексте мы вновь заявляем о нашем решительном несогласии с увековечиванием этого чрезвычайного положения. Мы месяцами предупреждали о реальных рисках сохранения такого способа управления. Давайте вспомним, уважаемые коллеги, что после терактов 2015 года чрезвычайное положение в плане безопасности длилось 24 месяца и закончилось здесь у вас 1 ноября 2017 года. Есть повод для сильного беспокойства. Приближается зима, впереди рождественские праздники, возможность появления новых штаммов, необходимость получения третьей дозы. Всё это обязывает нас сегодня быть бдительными и сохранять инструменты, которые нам позволяют ограничить распространение вируса. Санитарные паспорта могут быть отменены решением правительства в любой момент, если ситуация с заболеваемостью будет под контролем. Правда, никаких чётких индикаторов в законе нет. Зато есть усиленная почти в два раза ответственность за подделку документа. Фальсификаторам доказательств вакцинации грозит до пяти лет лишения свободы и 75 тысяч евро штрафа. Также закон впервые позволяет директорам школ узнавать прививочный статус учеников. Пока не ясно, нужна ли будет третья, так называемая, бустерная доза вакцины для того, чтобы сохранить свой прививочный статус. Этой зимой во Франции ждут пятую волну эпидемии. В последние несколько недель в стране отмечен рост заболеваемости. За сутки здесь было выявлено около 10 тысяч новых заражений. Альяс из Дыкова, Руслан Умержан, Хабар, 24, Париж, Франция. Алматинские общественники просят местные власти внести в список исторических памятников дом, в котором в начале прошлого века жил видный казахский государственный деятель и автор первой конституции казахов Барлыбек Сыртанов. Однако в Акимате утверждают, что здание было построено спустя 19 лет после его смерти, ссылаясь на техпаспорт. Но у историков свои свидетельства, которые доказывают обратное. И наш корреспондент Гафу Али выслушал обе стороны. В этом доме номер 5, что по улице Жубаныша Барибаева, жил автор первой конституции казахов Барлыбек Сыртанов. Правда, называлась она «Уставом казахского народа». Здесь он провел 14 лет своей жизни с 1894 по 1908 годы. Он занимал руководящие должности в аппарате военного губернатора ЖТСУ. И теперь общественность Алматы просит местные власти включить это здание в список исторически значимых объектов. В своем дневнике сын Барлыбека Абдекадыр писал, «Мой отец проживал по адресам юных коммунаров 11 и Барибаева 5. Я родился в этом доме в 1897 году. Это лишний раз подтверждает, что Барлыбек Сыртанов проживал в этом доме». Однако в Управлении культуры Алматы подняли архивные документы, свидетельствующие о том, что этот дом был построен в 1933 году, а Барлыбек Сыртанов умер в 14-м. То есть по техпаспорту получается, что дом был сдан спустя 19 лет после его смерти. «Хотелось бы сказать, что этот вопрос был поднят в социальных сетях. Конечно, официальное поступление было. Мы выезжали на место, выясняли, архивные материалы поднимались». Но факты – вещь упрямая. Историк Ельдус Тухтарбай ссылается на данные, согласно которым в 1894 году военный генерал-губернатор Житцузской области Михаил Ионов пригласил Сыртанова из Ташкента и передал ему этот дом. В те времена технических паспортов жилищ просто не существовало в природе. Это царский период. Поэтому документ на здание был выписан уже в советское время, в 1930-х годах, утверждает историк. «Поэтому нужно полагаться на исторические факты и признать истину. Этот дом должен стать музеем, который в будущем будет олицетворять движение алашевцев в истории Алматы, популяризировать его среди молодёжи. Я уверен, если мы разрушим этот дом, уничтожим его своими руками, мы нанесём большой урон нашей истории». Сейчас этот дом принадлежит трём собственникам. «Если в будущем по генеральному плану города будет изменён архитектурный облик района, то дом, в котором жил Сыртанов, снесут. Избежать такой участи можно только в том случае, если его внесут в список охраняемых государством исторических памятников». В Уральске планируют открыть дом-музей Касыма Аманжолова. Поэт жил здесь в начале 30-х годов. Его стихи впервые вышли в свет на страницах газеты именно в этом городе. Выдающийся литератор написал о приурале немало произведений. Сегодня его имя носит одна из центральных улиц города. «Здесь, на окраине зелёной, наш домик мне ли позабыть? Как был я юным и влюблённым, как я любил в степи бродить?» Вполне возможно, что эти стихи Касыма Аманжолов писал в стенах вот этого дома по улице Карева. Небольшой старый дом сейчас принадлежит Раузе Имановой. Женщина готова передать его властям, но переезжать предложенную замен квартиру в многоэтажном доме не хочет. «Его стихи, конечно, слышала. Мой муж всё время читал, пел даже его песни. Когда они мне предложили насчёт того, что хотят музей сделать, я им сразу сказала, я не против, я наоборот рада. Но чтобы мне точно такой же дом дали. Ну не точно, но просто частный дом в этом же районе». Переговоры по обмену ещё не завершены. «Дому 120 лет, чтобы открыть здесь музей, нужен капитальный ремонт», отмечает руководитель управления культуры. Сейчас пока идут сборы материалов. «К нам приезжала группа учёных из Караганды. Они готовы предоставить нам материалы для экспозиции. Также материалы о Касыме Аманжолове есть у нашего союза писателей в областном музее». Между тем претендовать на звание музея Аманжолова должно совсем другое здание, считает поэт Амангель Душахин. В этом особняке 19 века в 30-е годы располагалась редакция газеты, где работал Касым Аманжолов. «По приезду в Уральск Касым Аманжолов устроился работать газету «Екпендахурлос». Мы выяснили, что здесь же, в этом доме, он снимал комнату. Вместе с ним работал и какое-то время жил его друг, поэт Абдулла Жумагалиев. Считаю, что музей нужно открывать именно здесь». В этом году страна отмечает 110 лет со дня рождения Касыма Аманжолова. Остались замечательные стихи, песни, переводы русских классиков. Поэта вспоминает как пламенного патриота, искреннего и талантливого человека. Причастностью к судьбе поэта гордится и город его молодости. Изобразить независимость Казахстана на полотнах, а потом спеть об этом. Необычный конкурс прошел среди жителей Восточно-Казахстанской области. В течение трех месяцев конкурсанты должны были написать три картины о родном крае. По мотивам этих полотен воспевали акыны-импровизаторы. Мероприятие, которое проходило в селе Ахсуат Тарбогатайского района, выявило лучших. Гульнар Бекбердинова – конкурсантка из Усть-Каменогорска. В своих работах женщина решила изобразить местность Ели-Кесазы, где было найдено золото древнего Казахстана. Образ западно-тюркского кагана художница написала со своего брата в Золотой диадеме – находке археологов. По положению нужно было три работы. Очень такой короткий срок был дан, но мы старались показать, так как мы здесь сами родились, живем, поэтому мы так или иначе знаем историю своего края. Мейер Жетписов приехал из села Акжар. Он запечатлел красоты Тарбогатайских гор. Молодой человек таким образом хочет привлечь внимание людей к неизведанным местам Казахстана. Как говорил Ханыш Садпаев, кто не умеет гордиться черным камнем своей земли, тот не сможет восхвалять золотой камень чужой. Поэтому мне захотелось вознести природу родного края. На конкурс представили 35 картин, пейзажи, сакральные места, коллажи с известными личностями, все работы, пропитанные любовью к своей стране. В финале конкурса в дело вступили айтыскеры. Это уникальный проект, который помогает олицетворить истинный облик казахского народа. Каждая работа стоит отдельного внимания. Приятно понимать, что духовное возрождение в годы независимости страны обретает новую силу. Обычно многие труды наших мастеров остаются незамеченными. Поэтому это мероприятие было нацелено на то, чтобы объединить творческие работы художников и поэтов. Такого раньше не было. Сами видите, как это подняло настроение нашим жителям. Надеюсь, что такие состязания будут проходить постоянно. Победу разделили несколько участников. Организаторы решили так придать стимул для творческого полета талантливых земляков. На этом мы закончим. Немного позже вернемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин